Это обзор на самую бредовую игру, в которую мне довелось поиграть. Tone Rebellion, или Возрождение Тонов, это одномерная стратегия с полууправляемыми юнитами. Никогда ни до, ни после я не играл во что-то, даже отдаленно похожее на это. Для того, чтобы вы почувствовали весь уровень сратости, с которым мы столкнулись в детстве, я скачал, прости господи, русифицированную версию игры. Вот это русификация. Конечно же, Tone Rebellion переводится как Восстание Тонов. Но, учитывая то, что вы сейчас наблюдаете на экране, еще есть вопросы? Ну что ж, давайте окунемся в мир Tone Rebellion. На выбор у нас 4 расы. Тарки, гилы, спины, зигоны. Название норм, мне нравится. Давайте почитаем их описание. Тарки. Защитники. Существа, которые не погибли на новом острове Тарзус. Сформировались под влиянием физической действительности во время их сна. Потом появились тарки. Существа почти полностью на физическом уровне. Ладно, давайте почитаем что-нибудь другое. Спины. Мистики. Существа были охвачены волнами моря спин. Они подверглись изменению, входя в транс, смертельным для многих возрастов. Возродились после того, как искупались в волнах эфирного моря, но стали спинами. Существами, понимающие друг друга на эфирном уровне. Короче, читайте это сами. Я не могу читать этот бред. После того, как мы прочитали увлекательное повествование о том, кто есть кто, и все, конечно же, поняли, можно выбрать сложность, размер мира и начать игру. Даже намека на обучение нет. Но в комплекте с игрой есть файл Redmi.txt и case.txt, которые объясняют, что к чему. Но когда кто-то читал Redmi. Поэтому, как сейчас помню, мы лупанули по таркам и поехали играть. В игре перед нами предстают какие-то кружки и здания, которые можно на них построить. Но тут-то все понятно. Начинаем строить производящие здания, строить юнитов, профит. Но оказалось, что юнитов строить нельзя. Ну то есть вообще нельзя. Рабочие сами появляются из какой-то бурлящей лужи. Далее мы застраиваем все доступное место какими-то интересными строениями, которые производят белые шарики, кристаллы и серые шарики. Уверен, что вы никогда не играли в игры, в которых ресурсы это шарики. Строим какое-то здание, которое не влезает в маленький кружок. Благо рабочие сами туда начинают таскать кристаллы и оттуда вылупляются воины. Вот ими-то уже можно управлять. Если это, конечно, можно назвать управлением. Направить воевать их можно. Но вот только у них закончится мана или будет мало хп, они сами полетят в свою берлогу, которая называется дадзё. Когда остальных парней уже замочили, наш герой вернется на поле боя с полным хп и маной. Если быть точным, то производимые нами шарики воплощают уплотненный тон, кристаллический тон и волшебный тон. Что бы это ни значило. Чем больше вы захватили луж с тоном, тем больше у вас тона. Количество, которое отображается в графе ресурс, о котором я узнал вот только сейчас, когда делаю этот ролик. Это же, блин, так заметно. Ни шкалы, ни индикатор. Просто цифра, которую нихрена не видно и вообще непонятно, что она значит. Далее нам нужно развиваться в одном направлении. Но вот беда. Не видно, что дальше. И разведать вообще никак нельзя. В детстве мы очень долго страдали перед тем, как поняли, что разведку дают эти самые разбрызгиватели тона. Которые на тот момент нам казались вообще бессмысленными строениями. Шариков-то они не производят. Бой проходит более-менее понятно. Мы мутузим врагов, они мутузят нас, кто последний остался с хп, тот и молодец. Но вот здания наши вояки сами не атакуют, поэтому приходится тыкать пальцем каждый раз. Кстати, у нас нет оборонительных зданий. А вот у Левиафана все здания на свете дэмэдж наносят. Чтобы попасть на следующий астероид, нам придется найти ключ и пихнуть его в пчелиный улей. Тогда пчелки засветят каким-то лазером в небо, и мы сможем переместиться на следующий астероид. Перемещение между астероидами сделано максимально бесячим. Как я уже сказал, управлять рабочими нельзя, поэтому они сами решают, когда и куда полетят. Если в процессе перемещения по вам ударит противник, то юнит вернется назад. Таким образом, если вы захотите ретироваться с поля боя на предыдущий астероид, вы гарантированно теряете одного, а может быть и больше, юнитов. Если вы приказали самураям атаковать кого-то на другом острове, они полетят через пчелиный улей. Но, если вы отдадите приказ снова, они вернутся на предыдущий остров и начнут перемещение заново. Даже если объект, который вы хотите атаковать, на том же острове назначения. Можно ли сделать игру еще висячей? Конечно можно. Поговорим о кастерах. Каждая раса может строить два вида вояр, ближний и дальний, а также волшебника, который может кастовать заклинания. Надо сказать, весьма полезный. Возможность строить мага открывается не сразу, а только после того, как вы засветили два улья. Кстати, если продолжать впихивать ключи в ульи, появится возможность грейдить дадзё, и юниты с необходимым количеством экспы будут превращаться в более мощных вояк. Как обычно, в разгар битвы отлетая на базу, чтобы проагрейдиться. Тут стилистика неуправляемости соблюдена на 100%. Волшебники могут кастовать заклинания трех уровней. Что это означает, я до сих пор не знаю, так как здание волшебников можно грядунуть два раза. И логично предположить, что первый уровень заклинаний доступен на первом тире зданий, второй на втором и третий на третьем. В общем-то так оно и есть, но посмотрите на зигон. В них заклинания второго уровня можно кастовать сразу. Заклинания, кстати, очень прикольные. Помимо того, что ими можно тупо мочить врага, они еще могут усилить воинов или ускорить рабочих. Заклинания очень полезны и без них не пройти игру на максималке. Однако есть и негативный эффект. Если применить их неправильно, игра вылетает. Круто? Не то слово. Заставляет концентрироваться и не кастовать все подряд. Тут вы можете найти общую таблицу с заклинаниями. Начав игру в этот раз, я выбрал гилл. И они неплохи. Но вот крутых заклинаний у них просто нет. Кроме убийства логова Левиафана и ускорения рабочих я ничего не нашел. А вот зигоны просто имба. Как я уже говорил, у них есть заклинания второго уровня, которые можно кастовать сразу, на первом. И оно дает дополнительный запас маны воякам. И он может превышать больше лимита. Что позволяет им не отступать к дадзю. Вкупе с заклинанием лечения мы получаем просто неубиваемых солдат, которые могут воевать, пока им по какой-то причине не захочется назад. Но кто знает, может по маленькому захотелось. Серьезно, они так и норовят свалить домой. Теперь поговорим про тон. Он отображается на плашке с главным зданием и в русской версии называется ресурс. Что ни о чем ровным счетом не говорит. Методом тыка можно выяснить, что если тонна становится больше пяти, то начинают спамиться рабочие из лужи, которые ближе всего к главному зданию. Если тонна остается ноль, то рабочие перестанут строить что-либо. Еще есть какие-то кружочки, которые отображены слева снизу и летают между типами бытия. Насколько я понимаю, они тоже влияют на тонн, поэтому у вас иногда будут начинать спамиться рабочие, даже если вы ничего не сделали или просто перестанет нафиг все работать. Каждое здание или юнит стоит один тонн. Производящие здания можно отключать, тем самым сэкономя тонн. Так можно подспамить рабов, а потом заново включить строение. Увеличить тонн можно, проведя цепь из тоновых распылителей до следующего колодца. Старайтесь ставить распылители на самый дальний доступный кружок, чтобы открыть как можно больше места. Сколько дают лужи с тоном, я не понимаю. Скорее всего, первая лужа дает 10, вторая 7, третья 5 и остальные по 3. Но это чисто вайбы Руслана Левьева. Я не могу точно сказать, как всегда это нигде не написано. Ну а теперь самое интересное. Лор игры. Начать я хотел бы с демонстрации заставки. Это поможет раздуть хронометраж ролика и окунуться в шедевральное качество заставок тех лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Многие цивилизации ждал крах, причиной которого были внешние, а порой и внутренние враги. Ужасная судьба была уготована и цивилизацией тонов. Незаметно, во мраке тьмы развивался, набирал силу и готовился овладеть миром злой убийца Левиафана. Он породил врагов тонов, рост которых был столь стремителен, что материя не выдержала. Мир раскололся на астероидах, которых по воле Творца остались островки цивилизации. Потомки тонов выжили лишь потому, что смогли видоизмениться, спасаясь от отвратительных существ, порожденных Левиафаном и наполнивших собой каждую часть разрушенного мира. Тяжелый путь предстоит пройти Тоном, чтобы вернуть свое былое влияние. Вот так это было. В Тон Ребериан есть четыре плана бытия. Сейчас будем разбираться. Физический план. План материи и объективной реальности. Окей, понятно. Сверхъестественный план. План разума, логики и здравомыслия. Что блять? Что это вообще значит? Черти в котлах решают задачи по матанализу? Эфирный план. Нематериальный план духов и грез. Ааа, теперь понятно. Если описать сверхъестественный план правильно, то будет повторение с эфирным планом. Как изящно выкрутились. Естественный план. План жизни и инстинктов. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ну ладно, будем считать, что все понятно. Но что с этим делать? Оказалось, что каждое существо в этом мире живет в своей реальности. И если твои вояки ни хрена в эту реальность не умеют, то они и не замочат врага. Так закончилось мое прохождение за гилл на максимальном уровне сложности. Я просто не смог замочить из чертовых вард и мет, которые похожи на летающие болота. Они живут в эфирном плане, судя по табличке. А воины гиллов или диллов в физическом и естественном. Далее я попробовал поиграть за спин, которые в оригинале называются цифеи. Тонкости перевод. Они оказались вообще не боеспособны против чертовых пчел. И вот уже после этого я нашел зигон с имбовой подзарядкой маны и лечением. Кстати, увидев, что на спидранхом есть категория с этой игрой, я начал тренировать зигон. Один ран быстрее 30 минут уже есть. Если не получится улучшить, выложу этот трай. Вот теперь, когда мы уже достаточно долго говорим о том, какие есть типы бытия, как мочить врагов и где строить здания, вы можете понять, как себя чувствует игрок, которому пришла в голову мысль, а что я вообще делаю? Какая цель у игры? Этого не станет понятно до тех пор, пока мы не пройдем игру один раз. Короче, есть артефакты. Они должны быть просунуты в разные места, и тогда появится магия, и нам дадут какое-то улучшение. Какое, ни хрена не понятно, но будем полагать, что все улучшения полезные. Какие-то из улучшений применяются на дадзё, и это означает, что усиливают наших пацанов. Кроме того, мы получаем заклинания, которыми можно мочить столбики на центральном острове. Замочив все столбики, мы побеждаем. Игра сделана в 1997 году, то есть за один год до Старкрафта, и весит 24 мегабайта, если не считать видео для заставки, что, в общем-то, о многом говорит. Лично я люблю минимализм. Если подводить итог. Игра бредовая настолько, насколько это возможно. В ней невозможно разобраться с первого раза, но она реиграбельна, поэтому можно постепенно улучшать свое понимание и разбираться все больше и больше. Несмотря на все то, что я говорил в этом ролике, игра мне нравится. Реально нравится. Скорее всего, из-за того, что я играл в нее в детстве. Но могу порекомендовать и вам пострадать пару часов за этой головоломкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!